При упоминании слова «Париж» большинство ассоциирует его с любовью, романтикой, круассанами и кофе. Русский художник Игорь Коровин в своих работах изображает тот город во всей красе, а другой культурный деятель Игорь Дилавин в своей композиции «Рождество» передает восторг от ночного Парижа. Однако столица Франции может похвастаться не только своим романтическим настроением, но и активной ночной жизнью. Париж олицетворяет собой столичный экономический и культурный центр не только Франции, но и всей Европы. Париж – это город, в котором постоянно кипит жизнь. Площадь города составляет около 105 километров. В ночное время суток город начинает гореть разными огнями, из-за чего отличить день там или ночь довольно сложно. Каждый день здесь наполнен множеством культурных событий, а ночью и вечером Париж погружается в мир клубных вечеринок и французского кабаре. Город уникален тем, что в нем так умело сочетаются историческое и культурное наследие предков и современное искусство. Столица Франции заслужила любовь путешественников со всего мира. Люди могут не приезжать в Париж, но четко знать, как он выглядит, и какие самые популярные достопримечательности там есть. Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, знаменитый Лувр, Триумфальная арка, Собор Святого Стефана. Все эти культурные достопримечательности символизируют Париж в глазах туристов. Этот город довольно многолитий и крупный. На сегодняшний день численность населения превышает отметку в 2,2 миллиона человек. Примечательно, что люди пенсионного возраста, около 15% населения, стараются перебираться в южную часть города. Остальное население Парижа преимущественно коренные французы, а 15% – иммигранты, прибывшие из следующих стран, Африки, Ближней Азии, стран Евросоюза, очень много выходцев из Испании. Именно поэтому в парижских кварталах часто можно встретить людей, говорящих на итальянском, арабском, африканском или даже китайском. Кроме этого, в сфере обслуживания можно встретить русскоязычную и английскую речь. Важно, в ночное время суток стоит избегать путешествий в кварталы, которые населяют преимущественно эмигранты и выходцы из Африки. Отдых в Париже ночью не менее полон ярких красок и эмоций, нежели в разгар дня. Парижанам есть чем удивить даже самые активные и шумные компании. Клубы, дискотеки, ночные прогулки по кабаре и ресторанам – это то, ради чего стоит приехать во Францию. Ночной Стамбул, как выглядят достопримечательности ночью Париж и отдых – это две вещи, которые неразрывно связаны, а одна из главных составляющих любого отдыха – крэйзи-вечеринки, крэйзи-парти. Лучшие ночные клубы Парижа выбрать довольно трудно, так как их более ста в городе. Выбрать место, где отдохнуть туристу, приехавшему впервые, бывает сделать довольно трудно. Ночной клуб «Селенсье». Его основатель Дэвид Линч открыл его на улице Малхолленд. До 12 ночи вход осуществляется только по специальным пропускам, достать которые могут только избранные. Однако после полуночи, можно зайти внутрь, преодолев фейс-контроль. Отдыхать здесь собираются известные личности парижского бомонда. Необходимо быть готовым встретить известных личностей. Вход – бесплатный. Один из элитных клубов Парижа расположен в подвале ресторана «Матегнон». Из-за того, что сверху расположен ресторан, найти клуб бывает довольно сложно, однако, из-за этого не стоит давать низкую оценку. Внутренним интерьером занимался знаменитый Гарсия. Вход – бесплатный. Это самый лучший клуб, который проводит тематические вечеринки. Клуб «Ла Монтана» был открыт в районе квартала Сен-Жермен в 2009 году. Попасть в клуб довольно сложное задание. Однако, тем счастливчикам, которым улыбнется удача, предстоит окунуться в атмосферу красивой светской жизни. Множество знаменитостей, море шампанского, модели и популярная музыка – вот что ожидает внутри. Клуб приятно удивит своим внутренним убранством, а площадь может немного расстроить. Стоимость билета – бесплатно. Важно, это далеко не весь список ночных заведений, которые стоит посетить. Подборка включает в себя лишь самые нашумевшие и прославленные места. Обязательно стоит включить в список мест для посещения танцевальное заведение Rex Club – это лучшая площадка для танцев в Париже. Дискотека славится высоким качеством звука и диджеями мирового масштаба со всей Европы. Поезд Парижница. Минусом посещения такого вечера будет то, что все сидячие столики быстро занимают, а танцевать до утра не у всех хватает сил. Дискотека проводится по адресу Бульвар де ла Пойсонир, 5. Режим работы – с четверга по воскресенье. Днем заведение закрыто, посетить его можно с 23 часов до 7 часов. Стоимость билета от 10-15 евро. Обратите внимание, в августе танцевальная площадка не работает. Поездка в Париж Кабаре в Париже представлена множеством заведений с качественной танцевальной и развлекательной программой. Одним из легендарных и гламурных шоу готовы продемонстрировать в Кабаре Crazy Horace. Посмотреть танцевальное шоу можно за 90 минут. Яркие костюмы, захватывающая хореография, вот что отличает это Кабаре от других танцевальных постановок в Париже. Огонь в глазах танцоров, экстравагантные костюмы заставляют погрузиться в атмосферу шоу. Кабаре Paradise Latin расположено на левом берегу Парижа. Вид на Эйфелеву башню и лазурные огни города полностью соответствуют месту расположения заведения. Густав Эйфель стал родоначальником этого Кабаре-шоу. Сюда приглашаются отдыхающие для просмотра мифического шоу-балета. Ночной Париж подходит не только для тусовок и вечеринок. Для любознательного туриста тоже найдутся развлечения по душе. Безусловно, в Париже много мест, куда можно заглянуть днем, но куда интереснее и романтичнее отправиться в путь по ночному городу. Столица Франции имеет особенность сочетать в себе несколько статусов. Днем – деловой центр с множеством магазинов, офисов и банков, а ближе к вечеру начинают открываться большая часть музеев и других памятников исторической культуры. В Софите огней чего стоит увидеть красивую Эйфелеву башню или знаменитый театр Нотр-Дам. Некоторые путешественники перед поездкой планируют, какие достопримечательности лучше смотреть именно ночью. Поездка, которая запомнится на всю жизнь, катание на двухэтажном автобусе. Такую обзорную экскурсию лучше проводить в ночное время, так как красота города заключается именно в огнях. Вторая экскурсия может быть организована на Эйфелеву башню. Такой тур подойдет для любителей романтики. Лучше всего, не пожалеть денег и взять билет на самую верхнюю точку башни. После осмотра можно на транспорте в ресторан или на ночную прогулку. В Париж ночью хорошо ходить в оперу. На официальном сайте Гранд Оперы можно посмотреть билеты на балет. Еще один вариант ночной экскурсии – поездка на Монмартре. Это большое плавающее судно, с которого отлично видна столица. Особенно красив вид на Париж в вечернее время октября, когда на фоне синевы загорается множество огней. Район Пиголь Парижа – отличное место для туристической прогулки. Гулять лучше всего в этом районе в вечернее время в Париже. Улица Красных Фонарей – самое популярное место не только среди туристов, но и самих парижан. Таким образом, не стоит жалеть денег за стоимость тура и билета на самолет в Париж, чтобы увидеть своими глазами непередаваемую красоту этого города. Перелет из Москвы займет всего около пяти часов. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.